Доброе утро! О событиях в крае и в столице в материалах корреспондентов программы «Наши новости». В студии Кирилл Политов и Дарья Вялкова. Здравствуйте! В Шалаболихинском районе снят режим чрезвычайной ситуации, а люди, потерявшие жилье из-за наводнения, получат жилищные сертификаты. Об этом сегодня заявил глава региона Александр Карлин на заседании Краевого оперативного штаба. Напомним, ранее режим ЧС был снят еще в четырех районах – Калманском, Каменском, Павловском и Тольменском. На сегодняшний день выполнена треть работ по восстановлению разрушенных объектов. Также на заседании оперативного штаба был рассмотрен вопрос получения и использования государственных жилищных сертификатов людьми, которые лишились своих домов во время паводка. Всего в крайне пригодными для проживания призвано 284 дома. Общая сумма сертификатов ориентировочно составит более 700 миллионов рублей. На основании предоставленных пострадавшими документов сформирован список получателей сертификатов. Сегодня таких семей, которые нуждаются в жилье, 356. Главное управление строительства транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства весь подготовленный комплект документов представило в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации. С 1 августа действует запрет на импорт в нашу страну фруктов и овощей из Польши. Напомним, ранее эта страна была одним из крупнейших поставщиков этой продукции. 7 августа распоряжением правительства запрещен также ввоз сельскохозяйственной продукции из всех стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Как сообщает Управление Россельхознадзора по краю Республики Алтай, с начала года на территорию нашего региона из стран Евросоюза поступило в общей сложности около 5000 тонн фруктов. Яблоки, груши, нектарины и персики. Однако специалисты ведомства подчеркивают, что введение запретных санкций никак не отразится на структуре потребительской корзины, поскольку импорт этой продукции на территорию Алтайского края незначителен. Время добрых дел наступит сегодня в поселке Ганьба. Мобильная бригада доставит вещи, принесенные в ходе акции «Соберем детей в школу для нуждающихся ребятишек». Напомним, акция была объявлена в крае в начале месяца. Во всех городах и районах работают пункты приема, куда желающие могут приносить одежду, обувь, учебники и канцелярские товары. Охотно, по словам организаторов, откликаются не только частные лица, но также предприятия и организации. Ежегодно в рамках акции необходимую поддержку получают свыше 50 тысяч школьников края. Производство биоэлектрических протезов рук будет налажено в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления по здравоохранению, в регионе для этого есть все необходимое – оборудование и обученные специалисты. Производство наладят на базе барнаульского протезно-ортопедического предприятия. Первые протезы с внешним источником питания будут изготовлены под руководством специалистов немецкой компании «Оттобок». Завтра они проведут мастер-класс для барнаульских техников. Инвалиды смогут получить протезы бесплатно. Алтайский скульптор-самоучка представит край на празднике топора. Мероприятие международного статуса откроется сегодня в Томской области. Лучшие плотники из Норвегии, Канады, Финляндии, Болгарии, Чехии, США и, конечно же, России продемонстрируют свои таланты. Им предстоит сразиться в номинациях «Творческие фантазии», «Ловкий топор», «Точный глаз». Алтайский край вновь представит Александр Парфенов, скульптор-самоучка с 25-летним стажем. В прошлом году он стал победителем международного фестиваля. Праздник пройдет в сельском парке «Околица». В течение четырех дней гостей будут удивлять битвой на мечах, дегустацией продукции сельских подворьей, ярмаркой волочных игрушек и чайными фестивалями. Оркестр «Сибирь» исполнит музыкальные произведения для кинофильма «Охота жить» по рассказам Василия Макарыча Шукшина. Съемки полнометражного фильма будут проходить по заказу Министерства культуры в начале следующего года, но уже сейчас идет запись музыкального сопровождения. На первую репетицию оркестр «Сибирь» собрался на этой неделе, и в ближайшие дни работа должна быть завершена. Как сообщает пресс-служба Краевого управления по культуре, для участия в творческом процессе из Москвы прилетел музыкальный руководитель картины Антон Жуков. В фильме найдут отражение такие рассказы Василия Макарыча, как «Охота жить» осенью, «Билетик на второй сеанс». Сценарий написали Анатолий Зотов и Сергей Никоненко. В картине будут сниматься Нина Усатова, Станислав Любшин, Валерий Баринов, Александр Гундарев. С верой в сердце осужденный рубцовской колонии пишет картины на православную тему. На его счету образ Николая Чудотворца и Божьей Матери. Сейчас он работает над новыми полотнами, которые отправят на конкурс православной живописи явления. Евгений Казарин старательно наносит маски на холст. Он с вдохновением пишет портрет митрополита Филарета. Тема православной живописи для него не нова. Еще до того, как попасть в колонию, его благословили писать иконы. На воле реализовать себя не удалось, а вот за колючей проволокой он вплотную занялся творчеством. Перед тем, как писать портреты, он прочел литературу и ознакомился с биографией священнослужителей. Говорит, что именно их жизнь вдохновила его на создание картин. Филарет – интересная личность. Они боролись с масонами. Он был государственный муж и великий проповедник. Покровский собор – символ Москвы, символ православной церкви. Много труда. Красиво. В настоящее время в 10-й колонии идет реконструкция молильной комнаты. Помещение увеличивают. Сейчас здесь голые стены, но вскоре они приобретут достойное убранство. Руководство учреждения предложило Евгению Казарину приложить мастерскую руку и написать несколько икон для прихода. Некоторые иконы, конечно, будут нам предоставлены с русской православной церкви. Сейчас мы, конечно, делаем там ремонт. То есть она расширяется, молильная комната для осужденных на большее число прихожан, чтобы можно было больше осужденных приходить туда и где-то помолиться и очистить свою душу. К росписи прихода Евгений приступит после того, как закончит конкурсные работы. Он рад, что его творения востребованы, пусть даже внутри учреждения. Зато у него есть возможность самовыражения. Кроме того, его занятость сможет положительно влиять на характеристику. А, следовательно, есть шансы на условно-досрочное освобождение. Яна Писарева, Евгений Казаев. Наши новости. Краевая летняя спартакиада для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, стартует сегодня в Барнауле. На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» подростки из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и Троицкого районов будут соревноваться в различных спортивных дисциплинах. Ребята примут участие в соревнованиях по гиревому спорту, перетягиванию каната, подтягиванию на перекладине, беге, прыжкам и волейболу. Летняя спартакиада проводится ежегодно, чтобы привлечь подростков, которые нарушили закон, к здоровому образу жизни и организованному досугу. А вот наши девушки из клуба «Алтай Барнаул» потерпели очередное досадное поражение. В женской суперлиге по хоккейу на траве они уступили со счетом 1-7 одному из лидеров чемпионата ХК Минск. Единственный мяч в составе нашей команды провела Ирина Осипова. О других спортивных новостях расскажем далее. Женская команда «Алтай Педакадемия» начала подготовку к новому сезону. В Альболиске приступили к подготовке к чемпионату России. Первый учебно-тренировочный сбор проходит в Красногорском районе. Состав команды пополнили две воспитанницы детско-юношеско-спортивной школы «Победа» и по одной из спортивных школ Новоалтайска и Петропавловского района. Из опытных игроков в новом сезоне будет выступать Карина Каримова. Кроме того, в Барнаул вернулась воспитанница алтайского волейбола Дарья Нестеренко, долгое время игравшая за различные команды в чемпионате России. Чемпионат для наших девушек начнется 10 октября в Чите. С 13 по 16 августа в Витебске прошла вторая Всемирная Олимпиада по гиревому спорту. Соревнования, которые проводятся раз в три года, собрали более 400 спортсменов из Белоруссии, России, Украины, Казахстана, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы и других стран. Приняли участие в них и алтайские ветераны Александр Грудинин, Петр Жинкин и Василий Перегудов. Все они вернулись золотом. Петр Жинкин выиграл две золотых медали в номинации «Силовой трюк». Одной рукой он толкал сразу три гири. Александр Грудинин и Василий Перегудов стали чемпионами в свободной номинации «Рывок гири» за 10 минут. На территории Бийского аэропорта состоялись гоночные соревнования с кодовым названием «Жара». По словам организаторов, цель мероприятия – возрождение автоспорта и его легализация. Оказалось, любителей скорости на Алтае немало. В битве принимали участие не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Границы соревнований расширяются. Принять участие приехали ребята из Барнаула, Белокурих и Биска, Горноалтайска. Всего зарегистрировано 77 спортсменов-любителей. Помимо автосоревнований прошли показательные выступления мотоциклистов. Маргарита Белова, Ирина Капустинская, Иван Зяблицкий. Наши новости. А у нас к этому утреннему часу все новости. Напоминаем телефон редакции 659-129. Хорошего дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин